Жительница Самары Наталья Дынкина на переход улицы Новосотовой сейчас тратит в разы меньше времени. Теперь она пользуется одним из сходов станции метро Алабинская. Удобно, потому что переходы очень на большом расстоянии расположены. И попасть с одной стороны улицы на другую очень было проблематично. Особенно у кого ноги болят там или обходить, то есть далеко было. А сейчас как бы все нормально. Я спустилась у своего дома и оказалась на этой стороне улицы. С шести утра первого июня открылся второй вестибюль станции Алабинская. Таким образом, с сегодняшнего дня пассажирам стали доступны все шесть пешеходных сходов, расположенных на пересечении улиц Новосотовой и Осипенко. Они позволят не только обеспечить удобный подход к станции метро Алабинская, со всех сторон перекрестка. Сходы повысит безопасность перехода через улицы Осипенко и Новосотовую. С шести утра уже люди идут, люди очень довольны. И уже многие пассажиры, вот наблюдала я ближе к восьми утра, что в переходе ходят и рассматривают все, знакомятся со станцией. Очень счастливы, что открыли переход. Станция Алабинская была запущена в эксплуатацию в феврале 2015 года. Но второй вестибюль некоторое время был закрыт для пассажиров. В стране произошли существенные изменения в законодательстве, в том числе и в сфере транспортной безопасности. Пришлось менять проектные и технические инженерные решения. Учитывались и санкционные меры. Но заказчик и подрядчик справились. Замечаний нет. Вестибюль номер два начал работу в постоянном режиме. Сначение по безопасности, естественно, требования к части транспортной инфраструктуры возрастают. И, естественно, с точки зрения безопасности, удобства, он, будем говорить, на порядок, будем говорить выше. Мы работаем, у нас в этом году порядка около 100 миллионов на транспортную безопасность. Самарское метро продолжает жить. Строим станцию театральную. На станции Алабинская установлено самое современное оборудование. Камеры наблюдения, подъемники для маломобильных граждан, металлодетекторы, турникеты российского производства. Они с современным дизайном и функционалом с обновленной информационной панелью. При этом надежность работы систем выше за счет программного обеспечения. Огромный плюс данного комплекса в том, что обслуживающий персонал может дистанционно наблюдать за работой турникетов, своевременно получать сигналы о состоянии комплекса и необходимости технического обслуживания. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.